Приветствую вас. Давайте мы начнем с конца вашего сообщения и зададим вам вопрос. С какого момента вы стали тем, кем вы себя сейчас чувствуете? С какого момента вы стали тем, кем вы себя видите в данный момент? С какого момента? Что повлияло на вас? Какие обстоятельства? Какие происшествия в жизни могут быть и так далее. Вот это первое, с чего вам нужно начать. Потому что анализ этих ситуаций, анализ этих обстоятельств, а также, что важно, анализ вашей реакции на эту ситуацию сразу-таки и поможет выявить то, что послужило эмоциональной, психической основой для такого поведения. Дальше. Если говорить о симптоме в целом, вот тот симптом, который вы описываете, если говорить про этот симптом в целом, то я бы назвал его, знаете, вот подавлями желаниями. То есть, обычный человек придирается к другим тогда, когда ему самому чего-то не хватает, он сам в чем-то реализоваться не может, но не осознавая того, что он не может реализоваться сам, не осознавая этих моментов, человек, как бы, через других пытается как раз-таки сделать то, что у него не получается, ну, что у него не получается у самого. Вот именно в этом контексте вам и нужно действовать. Именно в этом контексте. То есть, по сути, осознать свои желания, подумать, чего вам не хватает. Когда будет понятно, чего не хватает, станет вопрос о том, как этого достичь. Как этого достичь и что для этого нужно сделать, чтобы этого достичь. Когда будет понятно это, вы, собственно, начнете свой путь, вы, собственно говоря, и как раз начнете свою деятельность по достижению того, чего вы хотите. И получив в итоге гормонию в себе, в итоге удовлетворив свои потребности, свои желания, вы перестанете к другим людям приставать. Потому что у вас исчезнет, по сути дела, самый главный мотив. Это личностная внутренняя неудовлетворенность. Но неудовлетворенность, к сожалению, нужно отыскать. То есть, нужно понять причины этой неудовлетворенности. Пока что она, думаю, не до конца ясна не только окружающим людям, не только, например, мне, но и вам тоже. И для того, чтобы выявить ее, вот эту самую неудовлетворенность, нужно проанализировать, чего вы хотите и почему не получаете того, чего хотите. Как соотносится то, что у вас есть, и то, чего вы хотите? Собственно, пожалуй, именно так можно ответить на ваш вопрос. То есть, вы будете, по сути дела, вести себя так по отношению к другим людям до тех пор, пока не придете к ясному пониманию того факта, что ваша проблема, ваше поведение, ваши придирки к другим людям, это суть, это суть, ваша личная неудовлетворенность в том, что вы имеете и в том, как вы, ну, как вы к этому идете, как вы удовлетворяете свои потребности. Вот именно так решается ваша проблема. Полагаю, на этом, в принципе, можно закончить. Я надеюсь, что вы примете верное решение, вы либо сами проведете анализ, чтобы сделать не так сложно, либо вы обратитесь к психологу, который вам понравится для того, чтобы с ним провести этот анализ, решать, в принципе, вам. Я надеюсь, что это помог. Надеюсь, что, если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, вы обратитесь ко мне в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо.